Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Кемерово мы с вами. Чебоксары скорбят вместе со всей страной. Уменьшить госдолг, увеличить доходы бюджета. Правительство Чуваши разрабатывает план по реализации послания президента. Последний старт до первенства России. В Чебоксарах самбисты боролись за звание сильнейшего в ПФО. Сегодня в России день траура. Всюду проходят митинги в память о погибших в Кемерово. Люди приносят к импровизированным мемориалам цветы, детские игрушки и лампады. В Чувашии, как и в других регионах, приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия и передачи. Была изменена и сетка вещания национальной телерадиокомпании Чуваши. Во многих публике сегодня прошли поминальные богослужения о жертвах трагедии в городе Кемерово. Священнослужители и простые люди молились о скорейшем выздоровлении пострадавших. В Новочебоксарске, в соборе равнопосленного князя Владимира, панихиду по усопшим провел епископ Игнатий. После пожаров Кемерово волна внеплановых проверок накрыла торговые центры по всей стране. Специалисты изучают исправность сигнализации, систем пожаротушения и проверяют пути для эвакуации. Соответствующее распоряжение дала Генпрокуратура. Сегодня начались проверки кинотеатров и торговых центров Чебоксар. Вот как сюда сейчас не подсоединишься, полугайки нет. И этот, вот этот двойной скат. Даже общественные резонансы и повышенное внимание к торговым центрам по всей России не стали поводом самостоятельно проверить свою систему. Это сейчас недочеты кажутся несущественными. В случае пожара могут превратиться в роковые. В случае пожара двери должны закрываться при помощи этого доводчика, для того, чтобы дым не уходил на пути эвакуации. Сейчас тренировка показала, что охрана не обеспечила закрывание этих доводчиков. Сотрудники МЧС и прокуратуры обходят этаж за этажом. На лестнице должны быть знаки безопасности, обозначающие эвакуацию людей по лестничной клетке, по направлению вниз, на каждом лестничном марше. И двери ни в коем случае не заперты. Ломать не хочу, конечно, но что-то она это... от легкого нажима она не это... Обязательно проводят учебную тревогу, насколько быстро люди покинут здание и найдут ли выходы. Здесь, на первый взгляд, все в порядке. Персоналы посетителей вывели за 8 минут, но выявились и слабые места. Мы в кинотеатре находились, в детском. Ну, на детском сеансе оповещений не было слышно в самом кинотеатре. Из коридора родители пришли за своими детьми, нам сообщили. А никто из сотрудников не подошел? Нет. Ну, у нас всего 4 человека было на детской премьере. Из сотрудников никого не было, родители пришли за своими детьми. Ну, двери были открыты? Ну, двери были открыты, да. Хотя бы так. Уровень громкости в коридоре меряют децибелами. Норма от 75 до 120, чтобы услышать, но не оглохнуть. Работа показывает в среднем 82. Норматив входит. В кинозалах должна быть обеспечена слышимость сигналов речевого оповещения о пожаре. Они могут находиться и вне помещения, но на 15 децибел должно быть выше уровня постоянного шума. Это проверяют опытным путем. Цифры не соврут. Заново запускают систему голосового оповещения. В ходе в кинотеатр звук эвакуации отчетного слышно. А знают ли о нем люди, которые сейчас смотрят? Датчик стоит. 65 децибел максимально составил значение. Двенышлено на 10 децибел. Пусть ответил здесь. Двери на лестнице для эвакуации открыты. Это наглядно демонстрирует управляющий кинотеатром. Но вряд ли они помогут тем, кто даже не узнает, что за дверью кинотеатра случилась беда. Сделаем автоматическое отключение всех проекторов, как только сработал сигнал тревоги. То есть гость не сможет даже не то чтобы не услышать. Прекращается фильм, включается свет и далее идет тревога. Когда срабатывает сигнализация, лифт автоматически отправляется на первый этаж и блокируется. Запускаются системы дымоудаления. Их тоже тестируют термоанимометром. Максимальное давление скорости воздуха 2,6 метров в секунду. Расход максимальный 3099 метров в кубе в час. Полученные цифры сопоставят с нормами, которые прописаны в проекте здания. И уже после все нарушения и недочеты оформят в предписании, чтобы их обязательно устранили. Такие тотальные проверки предстоят 24 торговым центрам республики. Закончить их должны в двухнедельный срок. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика. Сегодня члены Кабинета министров приняли план действий по реализации послания президента страны. В документе прописаны конкретные задачи по повышению качества жизни, созданию благоприятных условий для демографического роста, развитию реального сектора экономики. О деталях стратегии Дмитрий Ковалев. Приоритетный план действий должен стать ориентиром для правительства региона. На ближайшие годы задач немало. Снижение госдолга, рост доходов в бюджете, развитие экспорта. Эти меры на экономике республики скажутся благоприятно. Предусматривается наращивание и расширение ассортимента экспорта сельскохозяйственной продукции, повышение молочной продуктивности коров, сохранение устойчивого ветеринарного благополучия, предоставление грантов на поддержку начинающих фермерам, повышение производительности труда, развитие малого и среднего предпринимательства, поддержки высокотемиологичных компаний, а также хозяйственных субъектов, реализующих перспективные приоритетные инновационные проекты. Качественное образование в школах и передовая медицина – еще одни приоритеты в работе Кабмина. В республике продолжат расширять сеть гериатрических кабинетов, развивать систему удаленных видеоконсультаций и внедрять современные стандарты медпомощи. Большой отдачи ожидают и от программы строительства и реконструкции школ. В ближайших планах – ликвидация второй смены. В районах республики продолжат оснащать специализированные классы, чтобы ковать кадры для новой экономики. Будут созданы не менее трех специализированных центров компетенции, аккредитованы по стандарту WorldSkills. Сформированы добровольческие отряды в образовательных организациях. Организована работа профильных лагерей для одаренных детей. Члены правительства обсудили и ход подготовки к весеннеполевым работам. В Минсельхозе региона отмечают, что в этом году аграриям необходимо грамотно расставлять приоритеты и отказаться от нерентабельных культур. «Имеется стабильный спрос на семена технических культур, подсолнечника, рапса, горчицы, слои. Однако по опыту прошлого года, высокой зависимости от погодных условий, проблемой с уборкой, отсутствием достаточного количества сушительного оборудования, дальнейшее увеличение площади села подсолнечника видится нецелесообразным. Если говорить о производстве овощей открытого грунта, то оказали рост он идет. По открытому грунту цены на овощи сегодня нормальные». Начать пассивные работы, по прогнозам, получится не раньше середины апреля. Аграриям необходимо подготовиться основательно. «Те объемы, которые у нас пришли с прошлого года, их необходимо выполнять. Соглашение с Минсельхозом по индикаторам необходимо выполнять, поэтому прошу работу серьезно провести в первую очередь с муниципалитетами, хозяйствами, фермерами». «Этой весной в республике пассивные площади планируют увеличить. Сейчас хозяйства запасаются семенами, удобрениями и топливом. Главное, чтобы погода не подвела». Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. О деятельности национально-культурных и религиозных объединений республики говорили сегодня на заседании в Доме правительства. «В Чувашии в мире и согласии живут представители множества национальностей и конфессий. Это подтверждают цифры. В республике официально зарегистрировано 22 национально-культурных и 325 религиозных объединений. У всех свои планы работы. Кто-то весьма активен, кто-то не очень». «За неоднократные нарушения законодательства и в связи с фактическим прекращением деятельности направлено два иска в суд о ликвидации религиозных организаций и один иск о ликвидации национально-культурного объединения. Однако следует отметить, что нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий, в основном носят устранимый характер и в целом организациями устраняются». Каждый год в республике появляются новые национально-культурные объединения. К примеру, в этом году появились общины народов Дагестана и общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. В прошлом году – национальная культурная автономия узбеков. А вот узбекский культурный центр существует уже 10 лет. «Ее селью является сохранение самобытной узбекской культуры, традиции узбекского народа, а также содействие развития культуры связей между Чувашской республикой и Республикой Узбекистан. Мы активно сотрудничаем с органами исполнительной власти, национальными объединениями и землячеством. Налажено плодотворное сотрудничество с образовательными организациями. Периодически проходят встречи со студентами-выходцами из Республики Узбекистан». Руководитель администрации и главы Республики Юрий Васильев подчеркнул значимость работы таких объединений. Они укрепляют культурные и национальные связи, сохраняют социальную стабильность в регионе. Протекает крыша, не работает лифт и не греют трубы. Капремонт идет в ваш дом. О реализации программы в этом году далее. По плану в Республике должны отремонтировать около 350 многоквартирных домов. На эти цели выделено более 1 миллиарда рублей. Изначально в краткосрочном плане капремонта цифры были меньше. Увеличить их удалось благодаря сэкономленным средствам от проведения конкурсов в прошлом году. А это 352 миллиона рублей. Часть из них направили на замену лифтов. В конце года включили дополнительно еще 18 многоквартирных домов, в которых меняем 81 лифт. Эти работы сегодня еще продолжаются, еще не все лифты смонтированы. Ну или где-то идет пускная наладка. Сейчас муниципалитеты составляют дополнительный список домов на этот год. Учитывают ряд критериев. Возраст дома, техническое состояние, собираемость взносов. На сегодня у нас по дорогам значениям стоит 90%. То есть если собираемость взносов по дому составляет 90% и более, то, соответственно, можно в сроки постоянного ремонта переносить на более ранее. Контракты на изготовление проектно-сметной документации уже заключены. Часть из них исполнены. На сегодня объявлены торги уже 31 единица торгов по уже непосредственно выполнению строительно-монтажных работ. Планируем, что где-то в начале мая, в середине мая, КАИ у нас подрядчики по этим торгам выйдут уже на объект и ремонтируют. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. От суммы и от тюрьмы не зарекайся. Это выражение знает практически каждый. Но вот представление о том, как живется тем, кто все-таки попал в места не столь отдаленные, есть не у всех. Как реализуется принцип гуманизма по отношению к иступившимся, могут узнать правозащитники, представители общественности и журналисты. Для этого Управление Федеральной службы исполнения наказаний проводит пресс-туры по подведомственным учреждениям. Три богатыря – символ исправительной колонии номер три. По задумке автора они символизируют гуманность, справедливость и законность. Нередко об этих составляющих человек вспоминает именно здесь, уже в качестве осужденного. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже! В храме великомученика Дмитрия Солунского осужденные каждый день проводят службы. Дважды в месяц на специальных занятиях изучают Евангелие. Большая часть икон написана в стенах казенного учреждения. Нередко именно здесь открываются таланты. Основной целью данного мероприятия было показать людям, обществу, чтобы они убедились, что на сегодняшний день уголовно-исправительная система – это уже не та страшная гулаговская система, как принято ее показывать по телевидению где-то там в некоторых средствах, что это уже далеко не тот гулаг, что те люди, которые отбывают наказание осужденные, уже имеют достойные условия проживания. Одеты, обуты, сыты, помыты. То есть основная задача, я еще раз повторяюсь, это не лишить их каких-то благ, а именно изоляция. У осужденных есть жилье, работа. Здесь они получают свое первое или дополнительное образование. Самые востребованные специальности – швей, электромонтер, повар, сварщик. Приобретенные навыки они закрепляют здесь же. В колонии есть два крупных предприятия по металлообработке и деревообработке. Швейный цех, евровагонка, брус, кованые изделия, одежда – востребованы не только на рынке Чувашии, но и в других областях. По результатам прошлого года выпуск продукции составил почти 77 миллионов рублей. Зарплата отбывающих наказания – в среднем 300 рублей в день. Могу сказать, что часть осужденных, или большая часть осужденных, которые прошли работу или работали в нашем подразделении, трудоустраиваются, работают. И, в принципе, некоторых я встречаю и говорят, с благодарностью вспоминают, что именно работа очень сильно, она, как сказать, реабилитирует, помогает им в дальнейшей реабилитации на свободе. В колонии трудоустроена большая часть осужденных, а это более 500 человек из 705. Одним из престижных рабочих мест является столовая. Она оснащена по последнему слову техники. В чанах вместимостью по 300 литров уже готова еда. Суп, огурцы и поджарки у нас по технологичной карте готовы. Какое блюдо любимое? Второе блюдо пюре. Столовая. Повара все трудоустроены, из числа спецконтингента, имеют специальное образование, все обучены по специальности повар, имеют личные медицинские книжки. Санитарное состояние и здоровье поваров ежедневно контролируются медицинским работником. Как бы ни был обустроен быт и досуг осужденных, главное испытание – это отсутствие свободы действий и близких рядом. Плюс строгая дисциплина и постоянный контроль. В этой колонии отбывают срок лица, неоднократно совершившие преступления. Но если кто-то твердо решил встать на путь исправления, стимул есть – условно-досрочное освобождение. Татьяна Филатова, Атнер Корсаков, Республика. Наградили лучших. В столице Чувашии подвели итоги традиционного театрального конкурса «Узорчатый занавес». В знак скорби о погибших в Кемерово организаторы полностью отменили праздничную часть концерта и почтили память погибших минутой молчания. 19-й по счету «Узорчатый занавес» традиционно проходит в Международный день театра, и этот год не стал исключением. На главный театральный конкурс Республики представили лучшие премьерные спектакли 2017 года. Хорошо сделано, что сейчас это недельный срок, все это рассматривается, все спектакли смотрят члены жюри. А раньше было по-другому, это в течение где-то месяца уже, потому что театры сами выдвигали лучшую роль, лучшие спектакли и так далее, так далее, так далее, все. А сейчас года четыре уже театры выдвигают, только дают спектакль, и из этих спектаклей члены жюри выбирают сами. В основном театры участники представляли на суд жюри по две своих самых удачных на их взгляд работы. В итоге спектаклем года стала современная трагедия «Любовный треугольник» театра юного зрителя. Оформление балета Чаполина победило в номинации «Лучшая сценография». А за две роли в спектакле «Венецианские близнецы» актер русского драматического театра Александр Смышляев получил статус исполнителя «Лучшей мужской роли». Спасибо большое, очень приятно. Хочу поблагодарить Владимира Алексеевича Красотина, который все, что он мне доверил эти роли, моим партнерам, хорошим, замечательным цехам, всем, зрителям, жюри. Спасибо вам большое. В свой первый занавес получила Анна Кудряшова «Лучшая актриса». Она стала благодаря роли Груши в спектакле по пьесе Островского «Не так живи, как хочется». Ой, боже, я вообще, я просто рада, это ничего не сказать. Я в восторге, я порхаю, я хочу жить, творить. Боже, сегодня с утра у меня какое-то волнение. Думаю, что такое, что такое вообще. Вот пришла в театр еще сильнее. Думаю, ну сейчас уже скажите, огласите уже, все, не могу ждать, терпеть. Назвали мое имя, фамилию, все, боже, я очень счастлива. Репетиции, премьеры и гастроли. Эти люди выбрали для себя нелегкую, но интересную жизнь. А все лишь с одной целью – получить любовь зрителей. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. Самбо, как вид спорта, популярен во всем мире, но более всего в нашей стране, где система самообороны без оружия была разработана. На первенство по самбо съехались лучшие борцы со всего Приволжского федерального округа. Около 300 участников. На ковер вышли не только юноши, но и девушки. Возраст ребят – 15-16 лет. За боями следил Рифат Фаткулин. Четкие броски, удержание в захвате, ловкие защитные действия. Юные борцы показывают все свое мастерство. Хозяин на площадке Костя Кузнецов свою схватку выигрывает с легкостью. В первые же секунды он опрокидывает соперника из Башкортостана на ковер. Юные самбисты буквально изматывают друг друга. Это один из самых захватывающих поединков весовой категории 42 килограмма. Соперники очень тяжелые, потому что они все подготовленные. Чтобы попасть сюда, надо было тоже отбираться среди своих республик. И поэтому здесь нельзя расслабляться. Меня папа сюда отдал в 6 лет. И поначалу у меня не очень хорошо получалось. Ну, сейчас я тоже скажу, что не идеально. Но я сам муку любил всем сердцем. Мне оно очень нравится. Среди спортсменов много и девушек. Их боевой настрой нисколько не уступает. Как и парни, они выкладываются по полной и борются до победного. Когда вот нахожу, выхожу на ковер, как бы ничего кроме соперника не вижу и не слышу. И иногда теряюсь, иногда самоуверенность прям такая в себе. Самбо – это красивая борьба. У меня сестра ходила. Мне потом тоже начало нравиться это. Я тоже шел попробовать и хожу теперь. Нравится. Поединки проходят в упорной борьбе, так что определить фаворитов крайне сложно. Подобные соревнования, по словам главного судьи, очень важны для юных спортсменов. Ведь на ковре проявляются их борцовский характер и воля к победе. Спорт самбо – это, как говорится, сам за себя говорит, что это самооборона без оружия. В ним применяются и болевые приемы на руки, на ноги. Также борьба в стойке, борьба в партере, то есть лежа. И делает, как говорится, юноши. В основном, конечно, мы готовим защитников нашего отечества. Но у нас теперь в армии девочки служат, поэтому ничего удивительного. Ну, как бы девочки более пластичные, более гибкие, а так приемы ничем не отличаются. До финала еще два дня. Турнир, отборочный для участия в первенстве страны. На кону и путевка на международный чемпионат победа, который пройдет в Санкт-Петербурге. Поэтому юные спортсмены не жалеют ни себя, ни соперника. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова